И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я сейчас записываю новый ролик, это второй видос, посвященный нашим анонсам и обновлениям, если не видели видос с Хэллоуином, то перейдитесь, посмотрите его сначала, ну а это уже продолжение видеоролика, где мы поговорим о обновлениях и о списке обновления соответственно, ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 минуты. 7 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игры в аккаунтике, постарайтесь ему личный текст, текст МП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же интересного, появилось у нас в списке обновлений, что я решил это все дело разделить на отдельный видеоролик, здесь есть много интересных новостей, обо всем по порядку пройдемся и расскажем. Во-первых, в ультраконтейнеры добавляются два новых устройства, если бронебойная лента на вулкан понятно как работает, это просто статус эффект пробития, то охотничий дуплет, это устройство является дальнобойной версией устройства дуплета, то есть у вас также есть два выстрела, только с повышенной дальностью. Дальше, наконец-таки, просто наконец-таки появляются устройства новые на корпуса, и это устройство инженер, для всех корпусов за кристаллы будет доступно, устройство позволяет ремонтировать танк при подборе любого дропа, также это устройство должно давать саппорт очки всем, ой вернее вам, да, и должно давать расходку тиммейтам. Если я правильно понимаю, то именно так это устройство и должно работать, да, потому что именно так работал дрон. Будет ли давать дополнительные очки за это, завтра мы уже все это дело вместе с вами сможем узнать. В стандартные и ультра контейнеры добавляются устройства гелиус на рикошет, строгая погрузка припасов для грома, пусковая установка торнадо на скорпион и устройство инженер для всех корпусов. То, что добавляют торнадо и гелиус в обычные ультра контейнеры, для меня это немножко шоковая инфа, да, и будет очень интересно посмотреть, обновятся ли завтра контейнеры. Если они завтра не обновятся, не устареют, то эти две тысячи контов полетят выбивать новые устройства, которые какие-то есть, конечно, у меня здесь, каких-то нету, но в любом случае устройства инженерного корпуса можно будет все абсолютно выбить. И это очень и очень вкусно. Дальше. Добавлен хэллоуин оформление гаража, обновлен эффект броска и взрыва гранат. Теперь для применения припасов больше не требуется экипировать дрона. Дрон можно снова снимать с танка. Вулкан. Коэффициент замедления поворота башни увеличивается? То есть это будет еще хуже поворачиваться башня или что? Устройство усиленные приводы наводки, скорость поворота башни плюс 50, ускорение поворота башни плюс 50, угол наведения вверх минус 80. Ну, такое. Не сказал бы, что это буст устройства. А вот с Скорпионом есть очень-очень, ну такая, знаете, приятная информация. Кто вдруг не смотрел видос, я, получается, вчера записывал видеоролик, или позавчера, со Скорпионом, с торнадо устройством. А с завтрашнего дня это устройство будет еще жестче. То есть начальная угловая скорость и конечная угловая скорость, начальная, вернее, увеличивается, конечная уменьшается. Не знаю, как это будет работать, но в любом случае, наверное, особо сильно в этом плане ничего не поменяется. Минимальная скорость ракет увеличивается, то есть прилетка по противнику будет быстрее. И время перезарядки ракетного залпа уменьшается при фулл прокачке 14 секунд вместо 19. То есть это крайне-крайне вкусно. Устройство пусковая установка стая, время наведения ракет плюс 50, минимальная скорость ракеты минус 90 стала, максимальная скорость ракеты плюс 500 вместо плюс 1100. Время разгона ракет плюс 300 стало плюс 0. То есть это скорее нерв. А торнадо ракет будет иметь вместо 16 20. Время между пусками ракет плюс 25. То есть это... Если я не ошибаюсь, это быстрее будет лететь. Время перезарядки пушки плюс 0. То есть еще быстрее будет перезарядка. То есть вы с торнадо сможете... А нет, было плюс 25, время перезарядки. Стало плюс 0. Перезарядка. Вроде как медленнее, значит, стало. Да, вроде как медленнее стало. Но в любом случае 20 ракет просто в эту тушеночку. Это... Если мне джаггернаута не хватало зафокусить, да, то с 20 ракетами его можно ваншотнуть, потому что там одна ракета 1000 урона наносит. Если джаггер без реза, можно просто заваншотить джаггернаута. Копьё. Перезарядка залпа еще быстрее. Конечная угловая скорость еще жестче. И время разгонки меньше. Тоже буст устройства. То есть скорпион апают. Определенно апают пушку скорпион. Пушка рельса. Нерфятся у нас статус эффектные на пробитие и на оглушение. При этом апается подавление. Джаггернаут при уничтожении взрывает танки вокруг себя. С уничтожения в упор можно уничтожить вражеского джаггера. И джаггер при подборе любой коробки ремонтируется на 1000 здоровья. То есть вы можете просто пылесосить дроп и плюсовать себе хпшку. Вкусная темка. Исправлены баги отображения в экшен лог. Почему до сих пор не исправлен арес со своим багом я не знаю. Исправлена работа кнопки назад после покупки поверх битвы в магазине. Для партнерских сайтов добавлена опция привязки аккаунта твич. Да ну и вот первый комментарий кстати насчет тоже ареса. В целом очень прикольно. Да что наконец-таки у нас появляются новые устройства на корпуса. Во-первых. Во-вторых можно выбивать новые легендарные. Ну как новые. Не новые. А в принципе легендарные устройства из обычных и ультра контейнеров. Ну и апается скорпион. Все-таки скорпион это та пушка. Которая в последнее время стала мне как-то даже нравиться. Если честно в матчмейкинге. Поэтому посмотрим что она завтра будет из себя представлять. Будем тестировать. Будем смотреть. Ну а вы напишите в комментариях что вы бы хотели увидеть в первую очередь. Возможно выбивание инженера из контейнеров. Возможно. Ну и там новых устройств. Возможно тест скорпа нового обновленного. А может быть просто какой-нибудь жесткий контентик с джиггернаутом. Пишите все свои мысли. Пишите что вы хотите увидеть в первую очередь. Ну и обязательно поддержите данный видос лайками. Если эта информация вам была полезна. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте конечно же участвовать в розыгрыше. И подписываться на тележечку. Ссылочка в описании на телегу есть. Вся инфа по стримам. Ну и все мои мысли выходят именно там. Даже и лайв контентичек. Там тоже присутствует. И как по мне. Ну это наверное одни из самых вкусных новостей. За последнее время которые у нас были в игре. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Ой.